Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И так как очень много запросов на покраску волос новой краской Фаберлик, мы этим сейчас и займемся. Ну, во-первых, какие у меня оттенки? Первый 986 очень светлый блондин клубничный. Мне хотелось именно розовизны. Розовизны красивые добавить, но, к сожалению, у Фаберлик только в девятке она есть. Мой уровень цвета восьмерка. Камера вам делает мои волосы всегда немножко темнее. Они светлее. При естественном освещении, когда я красилась, я показывала. Показывала, где видно действительно какой цвет волос в жизни. Корни уже достаточно отросли. Видите, сколько много седины. Эксперт мне хорошо, кстати, закрашивала всегда седину. Но вообще такие оттенки для седины очень выгляжные. Так, и второй оттенок 717 пепельно-фиолетовый. Мы будем мешать, дабы получилась восьмерка. То есть 717 пепельно-фиолетовый плюс 8, плюс 986 у нас должна на выходе быть приблизительно восьмерка. Я на это искренне надеюсь. Цвет волос до. Я красилась в последний раз краской Ларри. Очень, кстати, красивый оттенок. Но сейчас при искусственном освещении он дает медь. При естественном так и есть розовый отлиток. При искусственном дает небольшую медь. Хотя как бы все отлично. Краска подсмылась. И она вот с сединой, кстати, не очень хороша. Видите, седые волосы видны даже там, где краска, не корни. Вот поэтому вот в этом плане она мне немножко не понравилась. Оттенок, конечно, великолепный. Просто великолепный. Так, что мы с вами делаем дальше? Сейчас будем замешивать. И будем краситься с вами на шестерке. В оттенке 986 у нас девятка. Девятку я не беру. Она дает ржану на моих корнях. Так, брать вам девятку или не брать, я не могу сказать. Если вы краситесь дома, вы приблизительно уже знаете, как ведут себя ваши волосы. А если не краситесь дома и хотите вдруг тоже покраситься новой краской фиберлик самостоятельно, то я все-таки рекомендую, у кого есть седина, брать шестерку. Да и у кого ее нет. Но еще, конечно, очень многое зависит от базы. От базы. Какой у вас цвет. Если у вас волосы темнее моих, то, конечно, надо осветляться, если вы берете эти оттенки. Если у вас волосы как мои, то как бы как мои. А если еще и светлее, то у вас вообще получится другой результат. Поэтому имейте в виду, что все зависит от базы. В семерке у нас с вами как раз окислитель шестерочка. Поэтому мы его отсюда и возьмем. Девочки в комментариях еще спрашивают, как узнать, какой процент окислителя в том или ином оттенке. А не как. Ну, точнее, в карточке товара специально проверила. Не указывается, какой процент окислителя на пачке. Он есть. Поэтому, если вы хотите взять какой-то оттенок, то в обратную связь напишите. Они ответят. Однозначно ответят. У нас здесь внутри инструкция. У нас есть в каждой пачке перчаточки. Что тоже очень замечательно. В каждой пачке у нас вот такой симпатюшный бальзамчик. И окислитель. Это девятка. Мы его откладываем. Потом, если что, стройкой смешаю, да использую. И красочка. Тюбик 50 миллилитров. По-хорошему мне на мою длину надо два тюбика. По-хорошему. Я вот стою и думаю, как быть. Так, надо не перепутать. Девятку отставляем. В другой коробочке все то же самое. Мне сейчас либо придется брать другой окислитель другого бренда. Либо вот этот немножко подразбавлять. Девяточку. Троечкой. Наверное, я так и сделаю. Потому что совсем чисто другого бренда окислитель брать не вариант. Потому что хочется показать вам именно эту краску. Именно с этим окислителем в действии. Поэтому я сейчас, наверное, возьму троечку и немножко подразбавлю троечку. Потому что мне мало уже будет, если я добавлю по пол тюбика. А с окислителем буду добавлять один к одному краску. То есть в равных пропорциях. Если я добавлю по пол тюбика красок, да, замешаю цвет, который мне нужен. И добавлю окислитель только шестерку. Его этого количества не будет мало. А если я на все два тюбика добавлю количество окислителя, шестерочку, вот это, то его тоже будет мало. Короче говоря, как всегда, замес у нас будет интересный. Нашла тройку, алиновскую, вот такую. Вот немножечко ее буду добавлять, чтобы девятку нам с вами подразвести. Так, ну все, выдавливаем в мисочку все наши ингредиенты. Сейчас задохнусь, краска жутко вонючая. Но в экспертом у нас все-таки была светлая оттенка. Я вообще вырви глаз. Это без окислителя пока. Точнее, не все ингредиенты мы с вами выдавливаем, а только краски. Вот две краски. Нам сначала нужно с вами замешать оттенок, а потом уже добавлять окислитель. А то реакция пойдет раньше, а у нас с вами еще желаемый оттенок не получит. Ой, Господи. Дверь надо по одной открыть. Вообще же скачет. Она такая и была. Я долго очень красилась раньше именно эксперт краской. Она, конечно, поджигает. Но очень стойкая. Все, краски смешали. Теперь выливаем окислитель шестерку, окислитель девятку и немножечко троечки я буду добавлять. Как бы если вы берете один оттенок какой-то, то вам не надо всех этих манипуляций. А у меня вот так. Все, вылила окислитель. Такой жиденький вообще. И размешиваем краску. Краситься буду на сухую. Голова сейчас относительно грязная. Поэтому нормально. Жидкая, конечно, консистенция такая получается. Очень жидкий окислитель. Поэтому надо поаккуратнее будет. Все это дело. Такая прям жиденькая сметанка. Прям течет, течет вообще. Как следует все размешиваем. Но быстренько. Потому что реакция начнется. Нам нужно, чтобы реакция начиналась на волосах, а не в чашке. Начинать покраску буду с затылочной части головы, как я делаю всегда в последнее время. Потому что у меня там нет седых волос. Это такой, знаете, закон подлости. Тут все седое на видном месте, а сзади нет. И поэтому там всегда цвет получается темнее. Потому что свой родной у меня практически черный. Темно-темно-русый с холодным оттенком. Практически черный. Поэтому там у меня краска должна поработать подольше. Нежели здесь на седых. Седых вообще 5 минут они окрасились. Все размешала. Очень жиденько получилось. Как-то мне кажется, она раньше погуще была. Прям вообще жидкая. Чуть гуще воды. Чуть гуще консистенции воды. Так. И одеваем. Задохнуть перчатки. Мне вообще краски наношу рукой. Не кисточкой в последнее время. Но знаете, я как бы так привыкла. Мне так нравится. А тут прям я что-то растерялась. Как такую жидкую мне наносить. В принципе нормально. Берем руку и прокрашиваем затылочную часть. Вот таким вот образом. Руками я не боюсь красить. Почему? Потому что краски много беру. И я в любом случае равномерно ее нанесу и все прокрашу. Когда краски впритык, то там уже кисточкой растягиваешь все эти инсинуации. Но нам такое дело не нужно. Нам нужен равномерный цвет. Правильно? Вот. Все. Затылок прокрасила. Прям вот так. Потом мы все это в конце подрегулируем. И дальше идем по проборам. Дальше идем по проборам. Прям тоже рукой. Не хочу я нужной кисточкой. Но она и для кисточки жидковатая. Я прям побаиваюсь. Убаиваюсь. Вот таким образом. Когда краски много, покраска всегда проходит легче. Поэтому не экономьте уж. Если красится, то до красивого однородного цвета. Если вы краситесь самостоятельно и хотите получить хороший результат, ее должно быть много. Не экономьте. Возьмите два тюбика. Хаберлик Эксперт вообще дешевая краска. В общем, дальше по проборам все вот так вот мы делаем. Нанесла на все волосы. Хватило как раз хорошо. Розово-сиреневый отлив. Есть уже на волосах и на коже. Видите? Он такой розово-сиреневый. Убираем сразу все, что нам не нужно. Так, тут височки все нормально. Все отлично. В общем-то. Так что ходим 40 минут. Отсчет пошел. Потом смоюсь. Уложу и все вам покажу. Но сейчас вот уже такая пепельно-сиреневый розовый отлив есть. Я вижу. Не знаю, вы видите на камеру. Нет, я прям зеркало вела. Посмотрим, посмотрим. Ну что, показываю прям при естественном освещении цвет. Что хочу сказать. В принципе, ничего не изменилось. Можно было не жечь длину и покрасить только корни. Ничего не изменилось. Я сделала фотографию с максимально удачной цветопередачей. Я ее ставлю здесь где-нибудь сбоку. Вы посмотрите тогда, как это смотрится. А так вот. Вот. В общем, в принципе, то же самое, что и было. Что хочу сказать. По краске она вообще не жгла голову. Но может быть, потому что именно такой сухой метод. Не на мокрые волосы. Но она вообще не жгла. Не пекла, не жгла. То есть все отлично в этом плане. По поводу того, что желтизна на корнях. Вот на моих корнях. Чуть-чуть видно при искусственном освещении. Все равно желтизну. То есть оно есть. Поэтому все-таки девятку брать, конечно, я больше в следующий раз не буду. Но по сути я просто освежила цвет. Все то же самое, что было, то и есть. То есть есть сиреневый отлив. Есть отлив немножко такой розовый. В целом цвет равномерный, красивый. Вот ничего плохого не могу сказать. Вот стараюсь вам прямо от окна показывать цвет. Но на фотографии посмотрите. Там цветопередача лучше. Красивый такой. Красивый, интересный цвет. Вроде как натуральный. Вроде как с интересными такими вот переливами. Вот этими сиренево-розовыми. То есть интересным оттеночком. В целом довольна. Посушила, конечно, краска сильно. Волосы, естественно, посушила. Кончики напитала амлой. Уложила. В общем, вот так. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ссылочку для регистрации, как всегда, оставляю внизу под роликом. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Ну вот, на улице передает гораздо лучше, конечно, цвет. Но по сути ничего не изменилось. Цвет красивый. Получилось вот миксовать эти два оттенка. Он красивый. Не сильно светлый, не темный. Прям классненький. Очень классный. Мне нравится. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...